Друзья, всем привет! Хочу вам посоветовать канал моей сестрёнки. Её зовут Кристина. Ссылочка будет на её канал в описании к этому видео. Заходите, подписывайтесь, смотрите. Есть видео с нашим участием. Также она часто к нам в гости приезжает. Она часто трансляции делает. Где там наши пацаны где-то бегают? Всем доброе утро! У нас сегодня на завтрак блинчики с утра пораньше и варенье. Или джем это? Ну, скорее всего, это джем, да? Угу. Вишня, абрикос, малинка и клубничка. У меня чай, Рушана, кофе. Рушан уже вперёд меня успел. Почему ты так близко снимаешь? Смотрите, как он жуёт. Ну всё, всем приятного аппетита, будем завтракать. Я монтировала видео, сидела. Рушан здесь составляет какой-то проект. Это для летней кухни, да? Угу, в проекте облакова. Чтобы приблизительно понять, сколько труп надо. Вот так вот мы готовимся к поездке в магазин. Сперва всё расписываем, всё обдумываем, а потом едем. Ну, как это ловно бы тогда, правильно? Угу. А я сейчас буду собираться, одеваться. На улице сегодня прохладно. Вот. Так, где Рушан? А, вот. Потерял. А? Да. Закрылась. У меня погода-то неважная. Прям холодно. Если честно. Что, ты чутя, что ли? О. Почтальон едет. Держи ключи. Может, нам что? Может, газетку какую? Хотя бы. Вот так у нас почтальоны ездят. А там, по-моему, квитанция. Руш, там, по-моему, квитанция, да? Угу. Давай дождёмся. Заверём и это. И поедем. Ой, я пристегусь пока. Да, да, квитанция. Патрит. Е? Е? Патрит, друг, е? Возникает квитанция. Так, за газ. Сколько мы за газ? Сколько мы платим за газ в этом месяце? Ну, пока я не знаю, с каком мы платим, потому что я показания ещё не передавал. Ну, пока вот. Главное, что долгов нет. Вот написано, долг ноль. Угу. А это за мусор. Также за троих. Так. Так, сейчас, подожди. Нет, за двоих. За двоих уже испугались, наверное, да? Ну, да. Звонили. Пугались. Почему, блин, за троих, если двое проживают, а? Уже хотели с дедушкой ехать. Да, теперь за двоих всё нормально. Ой, Рушик, почему ты шапку не одеваешь? Прохладно же. Нормально. Всё, погнали, пристегивайся. Поехали мы в Павловскую. Надо там заехать в одно место и докупить ещё кое-что для кухни. А что надо? Трубы и полиэтилет. Ещё сетку какую-то хотел. А сетку пока не надо. Сначала трубы и полиэтилет. О, дядь Коля почту забирает. Повесил почтовый ящик, теперь вытащить ничего не может. Ну, я могу и наехать, могу денег дать тебе. Так, если это, лёд замёрзнет, можно же по льду на санках. Санки мне не нужны. Нет, до Павловской можно по льду дойти. По Павловской можно. Ну, ты знаешь, до этих мостиков, там всегда не замёрзла. Можешь покупать. А что ты зернула? Замёрзла? Закрывай. Холодно. Что я тебе покажу? И опять покупки. Тебе не надоело? Что я не надоело? Покупки делать. Ну, а как тут делаешь? Тут по-другому никак. Тут просто если это сразу не сделать, просто потом это дороже вылезет. Кстати, вот мы нашли для себя вот этот вот магазин, ваш дом, супермаркет. Очень хороший магазин для себя открыли. Мы раньше что-то мимо проезжали, да, не заезжали. А тут самое интересное, Новый год, где мы проезжали, и здесь настолько было всё, горело, горело, горело. Это находится в Павловской. Что, выйти теперь как-нибудь? Всё чисто. Всё, мы домой. Сетку не будем брать? Сетку пока нет. Да? Без сетки мы уберем. Сетка будет потом, когда будем пол прокладывать, это ещё не скоро будет. Можно ещё успеем работу получить. Всё-таки Рушана уговорила развернуться и сразу же заехать и купить эту сетку. Мегастрой здесь вот, там металл. Вот пошёл смотреть, но мы уже в несколько магазинов съездили, что-то сетки нету. Не знаю, доехала, купила кошки-корб для котят. На развес берём. Чем 10 раз сюда мотаться, на бензин тратить деньги. Зачем это надо? Дёбр, давай уже сразу же купим. Пошёл узнавать. Чё ты идёшь? Сейчас будем резать 380 рублей, один лист как раз нам от не одного листа надо. Хватит. Сейчас закидаем. О, закидайте. Один лист порежем и закидаем. А он поместится или он скручивается как-то? Он не скручивается. Сплошмя, мы просто кусками его порежем и закидаем в машину. А потом ты его как-то сваривать будешь или нет? Нет, скручивают просто с собой и всё. Может на пол будет стелиться, всё равно заливаться будет. Так, сейчас надо тут замерить. Сейчас вот, порезать его. А, вон какой. Такой, кажется, такой немаленький. Порезнило. Чё он будет измерять? А, сколько влезет, наверное, в машину. А чё ты хочешь измерить? Сколько влезет, да? Угу. Блин, Рушан, столько надо будет плед, наверное, постелить. Давай я выйду постелю, да? Потому что дело не пойдёт. Мы уже всю машину, блин, исцарапали. Ну, нафиг. Чё, получается? Каждая штука, наверное, не эта. Да ничего, ничего не было. Тебе сиденья придётся немного ровнее сделать. Ну, ладно. Ну, ладно. Укутали. Ой, ты не настрючий опять, зараза. Давай, Рушанчик, машину береги. Ё-моё, почему она не скручивается, Руш? Не хочет она. Большая, наверное, да? Большая? Ну, на сиденье туда вверх ложи. А, не, что-то хорошо вот так. Как-то разрублю, и всё. Пополам, в принципе. Тебе же без разницы, да? Да. Сколько ты за них отдал? Триста восемь рублей. Это сколько метров? Три на два. Три на два? Шесть метров. Там надо, как раз таки, да. Ага, всё. Так, подай. Чтоб, может, кому-то будет интересно. Сбербанк? Да. А вот так шлюк. Что, всё? Закончилась блестящая жизнь? Да блин. Тут столько блёсок. Кого сыпал? Сыпались все эти блёски. Ну, просто у нас были в гостях блестящие люди, наверное. Ну, нереально. Смотри, сколько я блёсок вымела. Да это капец. Боишься сих, чтобы в блёски не влезть? Пыли столько. Ну, что? Ну, блин, ну как, без неё никуда. Видимо, она это с нас сыпется. Я вытащила. А где мой мальчик? Слушай, он так хорошо погел, блин. Ну, хотя бы не, может, осталось с собой. Не успел, честно, торопился, убежал быстренько. Хорошо то, что я заморозила свеклу. Сейчас вот у меня она отмораживается. Я буду готовить сегодня борщ. Вот, достала я уже свининку и достала свининку и говядину. Ну, я буду фарж готовить точно, чебуреки приготовить. Ну, классно. Ну, что? Ну, чебуреки, наверное, на вечер приготовлю. Сейчас точно готовить. Это борщ. Там же топельчик еще есть. Нам, как раз. Я насыщенный приготовлю. Хороший борщ. Ну, классно. Кого, синим горело? Синим здесь сейчас покажу. У нас там от лампочки отошло. Это хоть бери диоды и убирай. Вот здесь где-то в одном месте отходит провод. Сейчас я его найду. Вот он. Отходит провод. Сейчас его воткнуть вот в эту лампочку буквально и он начинает гореть. Все, синий тоже горит. Вот здесь просто вставляешь провод, да, и он горит. Ну, либо это надо обрезать и соединить между собой. А? Хочу еще приготовить потом эти орешки. У нас раньше была орешница, но она у нас как-то электрическая, что ли, была. Ну, да, такие тоже бывают. Я думаю, вафельница была точно электрическая. Но чтобы вот так она готовилась, ставилась, может, такая была, я чисто не помню. Ну, вот поэкспериментируешь, попробуешь. Да, здесь такая вот орешница. Звездочка посерединке. Это соседи, да, люди попросила, но они нашли и дали. Вот, хочу тесто. Кто знает, напишите, чтобы я в интернете времени не тратила, не лазила. Да, потому что рецептов много, наверное, да? Тесто какое-то, надо. На орешки, на днях хочу приготовить попробовать. Орешки. А мы не купили, да, опять забыли заехать тряпку? Для посуды. Ё-моё. Да? Чтобы она это? Кошка лазит. Коза такая, да, коза такая. Ну, ей удобно, такая огромная, как теточка. А еще такое не видела. Ну, уходи, давай. Застелить. Я бы не хочу. Уходи, давай, быстро, 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 быстро. Вот куда моя когтеточка прячется? Ну, вот как она, она же это все покрывала. Ну, посмотрим, как она у Ханька этого нет. Все, не разрешал, сюда прыгать. Иди сюда. Вот, вот, иди сюда. Убежала. Мы просто, знаете, прям чайно, Наталья же начинала как-то тоже когти точить об этим диваном. Мы ее сразу же хватали, и вот так лапами, что нужно здесь точить. Это хулиганка, ничему не учиться. Тоже сколько ее? Ну, нет, все равно бежит сюда. Накрыть, что ли? У нас просто сейчас там кто-то здесь есть, и потом покрывала опять, заширкала, и все будет. Не знаю, лучше так, ну, лучше посмотреть. Ну, что дороже выйдет? Уберу. Да когда бы уши на диване, так и жалко. Ну, а так он симпатичнее смотрится. Давай, ты потом поправишь, хорошо его отодвижешь. Ладно. Я не вижу, мне просто тяжело. Так. Иди сюда. Попалась? Хулиганка. Ты зачем мне вам портишь? Вот, видишь, как ты точка? Вот так. Вот так надо точить. Вот так. Поняла все? Обучение идет, урок. Тихо, урок. Звонок скоро будет. Хулиганка. Да. Да мне пофиг, говорит. Я сюда запрыгну. Нельзя. Моргнутых. Че нельзя? А если хочется, че делать? Вот, есть такая у нас кухня. С таким бардачком небольшим. Сейчас надо будет мне все убрать. Начну все разгребать, убирать, освобождать эту комнату. И скрывать будем полы уже. Смотреть, что под ними. Все. Комната пустая. Сейчас газ плиту отсоединю. Вытащим ее. И все, приступим к полам. Будем скрывать. Смотреть, что там под низом. Что-то у нас одна конфорка не поджигается и все. Ой, перчатку фирменную. Хоть-то она у меня такая старенькая вся, погоревшая, но любимая. Все горит? Угу. Ну, наконец-то. Я прям не могу и все. Что-то такое тухнет и все. Спасибо. Мастер на все руки. Что, обжегся что ли, да? Да, ты от трубы понял. И вот так вот горит-горит, потом бац, потухло, да? Ага. Надо следить. Ну, там датчик плюс. Нет, ты за это не переживай. Газ не выходит, а потухнет, там переключается это. Да? Да, газ не выходит. Угу. Это называется именно такие современные плиты, защита от детей, допустим. Слушай, там ветер подул, где там ребенок подошел, что он повернул, пока огня нету. Угу. Лазишь, смотри, твой кофе, у меня сахарница какая. Я это и оставляю свои метки. Метки свои, сам мой. Чтоб все знали, что здесь живу я. Иди, Рушан, в баню. Ну, блин, а так мало ли вдруг кто в гости придет, скажет, а кто здесь живет? Бах, посмотрели, ага, Рушан живет точно. И все. Ты что, мы собралась? Я за мать чувачу делась. А мне теперь откуда сахар набирать? Отсюда прям? Ну, теперь сахара нет. А, я отсюда буду прям набирать. Рушан, я знал. Здесь моих меток нету. Ну, что, давай рассказывай, что ты будешь делать. Оладушки. Кстати, для... Сейчас оладьи буду делать на молоке. Я не знаю, на кефире мне не нравится оладьи. Я беру пол-литра молока, два яйца, растительная масса, две столовые ложки соли и соду. И все. И ништяк, а оладушки получается хорошие. Ништяк прям. И словечки же, блин. А вот. Так. Сейчас сперва два яйца разбиваю. Яйца предварительно помыла. Глупости. Глупости. Как ее отучить яйца ныть? Че? Не, ничего. Вспомнила просто кое-что. Че ты вспомнила? Да еще. Венчик возьми, че ты у тебя делка? Я не знаю, венчик. У тебя вон есть... Да, у меня нет. Уливаю молоко. Побольше сделаешь, чтобы нам сегодня покушать? Типа завтра на утро, да? Ну, осталось. Мы всегда так делаем побольше, чтобы на утро осталось, а в итоге утром... Так, с чем бы чай попить, а? Не, не, я побольше сделаю. Мы только покушали недавно. Так, дальше. Дали две столовые ложки растительного масла. Ой, и у меня ножка. Не можем две столовые вилки. Не пробовал никогда? Так, и одну чайную ложку соды. И вот так вот, примерно. Еще чуть-чуть. Ну, еще чуть-чуть. Все. Теперь берем муку. Так, а ты меня заболтал. Сколько сахара накладешь? И по вкусу всегда ложу. Кому как? Ну, у меня сладкоежка, так что я ложу побольше сахара. А положила, как не сладкоежки. Еще пару. Нет, Кашан, мы с чем-то вкусным будем. Ну, ничего. И то, и то вкусно. О-о-о. А где у меня эта штука? А что ты у меня спрашиваешь? Я думаю, что и видел. О, это. Пропала. Нет, серьезно, Кашан, с прикол. Не знаю, я, наверное, из нее чай пил. Ха-ха, дырявая. Ну, вот логично тогда задать этот вопрос. Откуда я могу знать, если я с нее чай не пью? Блин, ну серьезно, в чем дело? Пропадают вещи из дома. Вон она. А, нет, не она, показалось. Посмотрю, а тут вдруг не показалось. Ты в Краснодар звонит, спрошу. Может, она забрала с собой? Руша, блин, запад. А что, толкушку забрала, блин, глядишь, и эту сито забрала. Толкушку я, блин, отдала. Вообще, эту толкушку мама моя покупала. Ну, давай будем разбираться теперь. Суть в том, что это забрано было изъято из нашего дома, поэтому... Я сама отдала. Ага. Отвянь. А меня приучала, никогда из дома ничего не уноси. Я не си это. Мы скоро баню построим, будет воду возить нам. Раз обидится. Не, ну, Руша, ну, уже это не смешно. Давай все камеры будем вместе искать. Давай. Че? Еще раз скажи-ка, а? Вот она. И ради этого, блин, я тут, это, отвлекался и искал ее. Да ладно. Да ладно, конечно. Я понесла камеру выключить, и я ее нашла. Да, и... да, ты нашла ее, конечно. Она сама нашлась, вылезла из этого, сказала, вы что, говорит, совсем что ли, ку-ку? Ты слышишь, ты че ложки выкидываешь? Туда одну помежала, выкинула, вторую. А потому что ты меня заболтала. Конечно, блин, я, я... Хорошо, ты устроилась, во всем я виноват, блин. Спокойно готовить, никто не лезет, под руку не говорит. Угу. Не ту профессию ты выбрала тогда. Блогеру всегда кто-то под руки лезет. То с камеры, то наоборот, выключи камеру. Все, я делаю, вы стойтесь. Ты ничего не пила, случайно, а? Че-то тебя косит уже, походу. Да, блинчик, с коньяком. Вот такие пышные получаются ладушки. Когда пожарю все, потом уже покажу. Честно, посмотрите, она не жидкая и не густая, такое средняя. Я попробовала одну ладушку, очень вкусно. Да-да, я уже схомячила одну. Я вижу. Холодно на улице. Нормально. Че ты видишь? Пузо. Какое пузо, блин, Рушан? Бурненькое. Видите, какие они пухленькие получаются. Я не знаю, передают камеры, нет это? Да, я поближе покажу. Давай другу возьму. Например, вот эти. Вот. Пухляши получаются. Вообще классное тесто получилось. Ну, последняя партия. Последние штрихи, да. Что, кошка разносится, да? Да, она с ума сходит опять на ночь глядя. Видимо, скоро это. Как раз мы сядем чай пить, она в туалет падет. Как обычно, да? Ага, как всегда, я бы сказал. Вот это, вот это да. На утро точно останется. Класс. Точно останется, Рушан? Ну, смотря с чем мы сейчас будем пить. Вау, вот с этой штукой? Ой, сомневаюсь. В смысле снять? Что останется? В смысле, что ты сейчас все съешь? Нет, все блины съем. Это не блины, Руш. Ну, оладьи. Оладьи. Все, убежала, смылась. Ну, а утро мы можем вот у нас есть. Ну, покажи. Это типа варенья, но ведь джем? Джемы, наверное. Восемь штук разные. О, представляешь? Реально разные. Вот мне интересно, здесь какой последний. Его не видно? Сейчас посмотрим, поступлю. Потому что здесь идет вишня. А, нет, смотри, клубника. А, нет. Не, дублируется, да? Значит, вишня. Да, ничего страшного. Хочешь, есть сгущенка, есть сметана. Нет, давай вот с этим карамелью. Давай. И не будем пешку баловать. Предлагаю с карамелью. Попробовать. Первый раз будем пробовать. Ксенка уже пробовалась, такой параллелью. Говорит, классно. Ну, мы сейчас оценим. Так что кто на ночь глядя пьет чай. Приятного чая питья. И нам тоже. Да? Да. Пацаны, вы что здесь делаете? Отсюда хочешь? Подожди, папе, бойца, выпусти его. Рошан, все, пусть он. Ой, мама, как у меня в ушах звенит. Старые, вонючие доски, блин. Неизвестно, что тут проливалось, да? Рошан хочет посмотреть, какой у нас фундамент. Что, Рошан? Только сразу говори, все плохо или не так и плохо. Ну, я на это не рассчитывал, конечно. В смысле? Ну, в смысле здесь... Видишь, какое расстояние? Я думал, доски лежат на земле сразу. Ну, а что, сюда трудно землю засыпать? Да не трудно, просто выравнивать большой слой придется. Чего слой? Насыпать, чтобы выровнять пол. Насыпать землю? Землю, либо песка надо будет, либо щебенку насыпать. Ну, сюда можно землю насыпать, а потом песка. Щебенку, да. Суть в том, что сейчас земля сырая. Что высохнет? Высохнет резку. Здесь тепло. Засыпь один день, она у тебя высохнет. Здесь батареи какие стоят. Не дай бог. Проблема, мне кажется. Я не говорю, что проблема, я говорю, что... Ты что, думал, что прямо впритык там земля к доскам? Да, я думал, что как у Виталия, то сразу земля идет, и сверху доски лежат, и пол сразу идет. Поэтому мы это сделаем. Это не к тому, что, говорю, там работы больше, а к тому, что времени нет. Мы быстрее сделаем, а тут получается увеличенное время. А доски, смотри, какие у нас здесь полоски. Их, наверное, можно будет, это, обшкурить, ну как правильно сказать, и они будут как новенькие. Если бы у меня был бы рубанок, да, можно было бы. А так нет, да? А рубанок дорого стоит? 1400 сону пришел. 1400? Ну, можно аккуратненько снять, потом рубанком их, это... Да, главное, я тут первую сделаю, а? Скорее пропал, что-то... Они как-то ломаются все. Угу. Какой-то волос. Раскрашивается прям. Полочки, полочки, помыслили. Видно, полочки. А это что такое, блин? Здесь гнитишка была. А-а-а. Ну, в принципе, да, потолки такие здесь, не низкие, хорошие потолки. Угу. Три окна, а, такой полнотушный, блин. Может, перчатки? Сложно было первую доску снять, да нет. Сложно было первую доску снять, потом они легкой падают. Потому что здесь по две сними, бачка. Угу. Сейчас. Первую снимем, потом перчик падает. Угу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok